На Бобрусько-Громаши межведомственный совет при Совмине. Во главе – заместитель премьер-министра Беларуси. Игоря Петришенко интересует, как у рабочих формируют здоровые привычки. Сотрудники перед каждой сменой проходят медицинский осмотр. 72% делают выбор в пользу бустерной вакцинации. Гостям рассказывают и показывают, в каких условиях трудятся люди. Предусмотрено здесь всё – от душевых до столовой. Есть и своя команда по мини-футболу. Машина для внесения твёрдых органических удобрений. Но это самая массовая. В этом году пользуется вообще хорошим спросом. Поэтому, надеюсь, займёт достойное место. Заместитель премьер-министра резюмирует. Бобруськ – хороший пример, как должна развиваться инфраструктура и в других населённых пунктах. Например, средняя зарплата на красном пищевике – 1500. Текучесть кадров минимальная. Каждый десятый посещает спортзал и бассейн по абонементу. Только за 10 месяцев на это было потрачено более 20 тысяч рублей. У нас практически весь персонал входит в профсоюзный комитет. И для членов профсоюза организованы и выездные экскурсии, и поездки в санаторий для коллективов, для их детей. Более 150 детей ежегодно отправляются по профсоюзным путёвкам в детские лагеря. На кондитерской фабрике не только создают достойные условия труда и отдыха, но и полезный продукт. В линейку «Нанофит» входит ванильный зефир, который делается без добавления сахара. В составе 30% яблочного пюре и пектин. Добавка выводит из организма тяжёлые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества. Важно то, что в рамках нашей комиссии мы тоже будем рассматривать вопросы дополнительных мер, координирующих аспектов, связанных с борьбой с пьянством, алкоголизмом, наркозависимостью. Это тоже в поле зрения наших структур, которые созданы и в регионах, и в городах, и в посёлках, для того, чтобы мы все вместе сделали нашу жизнь комфортнее, а нацию ещё более здоровой, крепкой, которая развивала бы и укрепляла мощь нашей страны. Ещё в 2019-м в рамках госпрограммы «Здоровье и демографическая безопасность страны» по поручению главы государства стартовал новый проект «Здоровые города и посёлки». Сегодня в нём 195 населённых пунктов. Только за последние полугодия список пополнил 41 участник. Ключевая задача – создать комфортную среду как для работы, так и для творчества.